Итак, послание, которое сегодня будет звучать, я назвал в этапах христианской жизни. Хотел придумать что-нибудь эдакое, но что-то ничего не придумывалось, в общем, этапах христианской жизни. Мы разберем сегодня разные этапы христианской жизни на основании жизни апостола Петра. Мы посмотрим на него, на его хождение с Богом и посмотрим на себя, где мы сегодня находимся, в каком мы сегодня состоянии находимся. Мы с братьями здесь были, разговаривали, когда на ночной молитве. Видно, что, знаешь, тоже так вот смотришь на человека, вот он горел когда-то, потом раз, пришла такая небольшая апатия. Ему не нравится это, он не хочет в этом быть. Но это как будто бы какая-то неизбежность, что ли. Как будто мы переживаем в своей жизни, как будто дорога наша во христианство, она не прямая, а какая-то извилистая. Что ты идешь, идешь, сначала ровно все, потом раз, дорога плохая, асфальт сломался, болото, гора там, или еще что-то, горный серпантин. Тебе надо как-то пройти, тебе трудно, тебе тяжело, потом с горки вроде опять нормально проехал. Вот такая, видимо, жизнь навсегда. То взлет, то падение. То подъем духовный, то спад духовный. Ну, я думаю, вы понимаете, что я говорю. То как-то ровно, вот чтобы ничего не... Вот ты постоянно горишь, как-то загорелся вот, когда покаялся, и так вот всю жизнь прожил. Но я что-то не видел таких людей. У всех бывают там какие-то моменты в жизни, все как-то через что-то проходят. Ну, и, видимо, эта дорога, знаешь, если ты сегодня идешь дорогой, которая не очень ровная, и которая ухабистая, и которая может быть горная, я тебе скажу, что она закончится. Если ты сегодня в гору прешься, значит, будешь когда-то будешь идти с горы, это точно. В горы лететь легче. Если ты сегодня переживаешь какую-то апатию, духовную пустоту, это пустыня. Пустыня закончится, придут аазицы, придет земля полотворная, придет вода в твоей жизни, источники забьют, все будет по-другому. Но когда это будет, все зависит от тебя. Народ божий, евреи через пустыню шли 40 лет, 40 лет. Там ходу всего от Египта до Палестины 21 день, 21 день пешего ходу. Они 40 лет ходили. Но они дошли, но не все, опять же, но дошли. И от того, как ты пройдешь свой участок пути, тоже зависит от тебя. Участок этот будет, апатия будет, пассивность будет, холодность будет, теплость будет. Но как ты это преодолеешь, и как быстро это все закончится, будет зависеть только от тебя. Только от тебя. Итак, первый этап, это, наверное, первая любовь. Все то, что мы ощущали сегодня, все то, что сегодня Тимофей и Антон переживают, братья, я знаю, может, еще кто-то переживает, просто не знаю. Что это, первая любовь, это полное посвящение. Это люди, когда вот посмотришь на них, я помню Диму Гордую такое было тоже. Я думаю, я что думаю, хоть бы он дров не наломал там вообще. Настолько его трог коснулось, что он похотел, проповедовал тут везде. А еще он пришел, когда первый раз на служение, у нас приезжал проповедник с Гаити, он черный прям, черный. Я негр конкретный. Я вообще прикалывался тогда, помню, привез его сначала в переосслужение, заехали ко мне домой, а у меня же там спиртом торгуют во дворе. И толпа стоит этих бухариков, и он выходит черный, они вот так у глаза думали, белка у них, короче. Потом я с ним еще по служению иду там по фабрике, он такой все смотрит. Ну здорово, такая, своего рода диковинка была в Ленинске. И это проповедник подарил мне свой костюм. У них привычка такая, где проповедуешь в церкви, пасту и костюм дарят. Ну, конечно, меньше меня ростом. А Диме как раз подошел. Я в баню прихожу, Дима здесь. Я говорю, Дима, это тебе точно костюм. И Дима этот костюм одевает, и пошел шпарить по городу проповедник Евангелия. И вот тоже так вот здорово. Первая любовь, полное посвящение. То есть ты по-настоящему, не просто так для галочки. Это не фикция. Ты, если посмотришь там историю в Яндексе, в поисковике, ты увидишь только христианское. Только христианский поиск, только христианские песни. Если ты увидишь, не означая его одного дома, ты увидишь, что у него играет прославление. Ты увидишь, что он молится. Это все по-настоящему. То есть первая любовь, полное посвящение. Когда жена говорит, хорош, ты что с ума сошел? Куда там поезжал? Какая-то церковь. Когда ты все, ничего не видишь. Тебе просто надо быть там, надо верить, надо молиться. Ты на молитву бежишь, бегом с факелом. На молитву, на молитву. Когда молитву ты ждешь, дойдешь. Ты не так вот, ай, блин, сегодня же вторник, молитва. Е-мое. Не так, а по-настоящему все. Ну, я думаю, все помнят эти переживания, все эти ощущения. Когда ты ждешь этот момент, когда в воскресенье в церковь, ты бежишь просто. Ты в субботу себе костюм приготовил, нагладил брючки, оделся, надушился, пошел в церковь, в воскресенье. Идешь счастливый в Дом Божий. Такой этап, период в жизни переживает, наверное, каждый христианин, который встретился с Иисусом Христомом. Первый. Петр, представьте, когда Христом шел, он увидел Петр, он рыбачивает. У него был бизнес у Петра. Вообще нормальный бизнес в того времени. Он был рыбак. Рыбу ловил, продавал. На этой его семья жила. Он был бизнесменом. Скорее всего, у него даже были какие-нибудь люди, которые помощники работали у него. Иисус идет, видит Петр. Он говорит, Петр, пойдем со мной. Петр, не раздумывая, все бросает. Все. Бизнес там, лодку, куда он делал ее вообще, не знаю. Он говорит, дай вообще мне эта лодка. И пошел за Иисусом. Представьте, какое посвящение было. Он просто пошел. Я думаю, как это так? Вот просто идет Иисус. Увидел Петр. Петр его первый раз вообще видит. Он говорит, Петр, я Иисус. Он говорит, слышал, я тебя знаю. Пойдем со мной. Ура! И побежал. Бросил все. Работу бросил. Дом бросил. У Петра была теща. Значит, была и жена. Получается, тещу бросил и жену бросил. Думаю, насколько посвящение такое. Конечно, пример не очень может быть, короче. Надо было жену с собой взять. Но, видимо. А может, она там с ним и ходила, просто не написано. Тоже может быть такое. И потом проходит время. Проходит время. И большинство христиан переживают состояние апатии. Апатии. Я бы через это проходил. Я думаю, многие сейчас тоже себя узнают. Служение онлайн. Уже идти неохота. Посмотрю онлайн. На молитву через раз. А то и ни разу. Просто вот. Если какие-то ночные собрания, то тем более, там, ночью я сплю вообще-то. Пост. Тоже, как ты знаешь, побок у тебя. Пост, не пост. Ну, в общем, такая апатия. Апатия своего рода. Про поведение Евангелия ты уже забыл, когда последний раз ты рассказывал кому-то о Христе. Свидетельство о своей жизни. Такая апатия. И ты вспоминаешь то, свою первую любовь. И тебе кажется, что Бог, Бога нет в твоей жизни. Тебе кажется, что что-то не то вообще происходит. А Бог, он никуда не делся. Бог вообще статичен. Он не так, как всегда. У него нет ни тени перемен написано. Изменяешься ты. Твое внутреннее состояние. Бог тот же, он никуда не делся. Но ты вдруг стал почему-то теплым. Почему-то у тебя потух огонь. Почему-то ты уже не переживаешь. И знаешь, это особенно сильно переживают люди, которые... Эмоционалы, которые... Которых эмоции, они очень открытые. И эмоции часто руководят их жизни. Вот они такие... А-а-а-а-а. Такие, потом тут же такие раз могут плакать, сидеть. Такие вот люди эмоциональные, которые... Они не... Как вы таки... Не каким-то решением двигаются, а то, что чувствуют. Ну, так вот, такое бывает. Чувствуют, там, вот, добрый такой. Раз, я всю зарплату раздал. Детям на ответ накупил. на следующий день, встаешь, думаешь, денег нет, что сделал, о, дурак, вчера просто любовь такая была, детям конфеты накупил, надо жиротву вообще на весь месяц покупать, а ты за день все потратил на конфеты. Такое можно быть, поддался эмоциональному какому-то влиянию. Вот они очень сильно переживают, у них это, для них это вообще трагедия. Помня то, как было, и сравнивать то, как сейчас, человек впадает еще в большую депрессию, большую депрессию. И в Библии, в книге Откровения написано, что христиане будут теплыми. Вот это написано, кстати, не о том, что просто люди каких-то, теплые люди, а именно верующие. Написано о церкви, что люди в церкви станут теплыми, теплыми, которые ни туда, ни сюда, ни рыбы, ни мяса. А вот просто ходят, ну, потому что по привычке там, просто ходят в церковь, ну, потому что вроде как-то надо. Ты как бы в Бога-то веришь, но почему-то огня вот этого нет. Тебе евангализировать неохота, тебе ничего неохота, тебе служить неохота, тебе вот лишь бы тебя не трогали. В общем, хожу, хожу, действительно плачу, и останьте от меня. Ну, такой момент тоже может быть. В церкви, но вроде как немного в стороне. В церкви немного в стороне. И эти этапы, они меняются незаметно. Ты вроде вот только что было вот так, и вдруг ты обнаружишь в себя, что ты уже в состоянии откатки, что уже совсем все по-другому. Потом вроде бы раз, какой-то опять подъем, что-то какой-то толчок, какой-то пинок, там, или еще что-то, и ты вроде опять загорелся, но опять уже ненадолго. Если раньше много, долго горел, тут ненадолго. Вот эти дороги, то асфальт, то прямая дорога, то голоратору и гордость серпантин. И едешь, ты не знаешь, что за поворотом. У тебя навигатора нету, ты не знаешь, кто впереди что-то. Мы же не знаем, что впереди нас ждет. Мы же не знаем, какую цель, мы идем туда, когда Господь нас ведет, а что там дальше, мы не знаем. Что там за поворотом? Мы не знаем. Помните Петров и Васичкин там? Может там за поворотом ждут великие дела. А этот второй там надо дедушке помочь. Не помните? Так что вот такие вот великие дела вроде на штаб ждут, а может быть и не ждут, а может быть и ждут. Ну, не важно. Но в любом случае надо куда-то идти, потому что стоять нельзя. Стоять замерзнешь вообще, помрешь в общем. Следующий этап после вот этой апатии отставание. Отставание. На примере Петра видно, что как горячий христианин может потухнуть. Мы помним, какой Петр был горячий. Вы помните, как он, что он, говорит, все отрекутся от тебя, я никогда. Он такой был, если мы знаем, кто знает, Петр, он был зелот. Зелот это такие горячие, горячие люди, которые всегда носили с собой нож. Если что, они готовы за свою веру в убителю человека. То есть вот настолько они отмороженные были. Это был Петр. И он всегда говорил, он радикально всегда был. Петр, я, я там. Мы видим, когда куда-то Иисус уходил, на гору там, или Гессиманский сад, помним, ходим. Он Петра брал всегда с собой. Всегда брал. То есть он как-то его отличал от других. Он как-то его отделял от других. И мы видим на этом примере, как он может потухнуть. Духовный становится теплым. Матфей 26 глава, 56 стих. Серьезно, все было, да сбудется Писание пророков. Тогда ученики, оставив его, бежали. Бежали. Помните историю? Тогда все ученики написаны. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Это история, когда Иисуса Христа схватили. Когда был Гессиманский сад. Потом мы помним, когда приходят, и они идут, выходят из сада. Иуда, толпа людей, Иуда подходит к нему. Он говорит, что ты пришел сюда делать, зачем ты здесь? Иуда целует его, поцелуем предателя. Подходят воины, стражники, схватывают Иисуса. Петр выхватывает меч, отрубает ухо солдату. Иисус его останавливает и говорит, все, время мое пришло. Его взяли, схватили. И написано, все ученики, оставив его, бежали. Все, прикинь. Он три с половиной года с ним жил, с ними ел. Он их усчил, в них вкладывал свою веру. Они видели чудеса, они видели исцеление больных, воскрешение мертвых. Они видели накормление пяти тысяч человек двумя рыбками. Они это все видели. И тут, когда Иисуса Христа схватывают, все написано, бежали. Все бежали. Все, да не все. Один остался, Петр. Он пошел за ним. Мы помним, что он пошел за ним? Что все бежали, Петр пошел за ним. Там еще написано, скорее всего, что Иоанн тоже шел там, где-то тропами, тайными подглядывал. За этим все процессом. Но все равно, ни один, ни половина, все, Петр продолжает идти. И вроде бы скажет, Петр, круто. Молодец, Петр. Ты один не оставил. Ты один пошел за Иисусом. Но тут написано 268 стих. Петр расследовал за ним издали. Издали. То есть, отставание. Он следовал за ним издали. Как бы наблюдая со стороны, что происходит. Издали. Был впереди всех. Был первым. Был самым горячим. И вдруг мы видим, что Петр издали уже идет. Вот еще недавно, буквально несколько часов назад, он был впереди всех. Он говорит, Христос, все отрекутся, я не отрекусь. И тут мы видим, прошло несколько часов, Петр идет издали. Издали смотрит на Иисуса. Наблюдает снаружи. И внешне вроде ничего не изменилось. Тот же самый Петр. Тот же самый Иисус. Тот же самое хождение. Петр идет за Иисусом. Все кажется все так же. Но что-то поменялось. Петр от Христа не отказался. Он верующий человек. Он идет за ним. И вроде бы правильное направление идет. Туда, где Иисус. Но приоритеты изменились. Если раньше был-то впереди, готов был и там что-то, то тут Петр идет издали. Он ничего не говорит. Он не проповедует. Он не молится за больных. Он не исцеляется, не подкрешает мертвых. Он просто идет за Христом. И никто вокруг даже не знает, что он является его учеником. Понимаешь, о чем я говорю? Не похоже на тебя сегодня. Если нет, слава Богу. А если было похоже, а может будут похожи. Замечай эти моменты. Это очень важно. Он идет также за Иисусом. Он ходит в церковь. Он посещает собрание. Он тут, мы его видим, но он издали, издали. Он никому не говорит, что он его ученик. Он ничего не делает. Он просто идет. По привычке. По привычке. Зачем Петр шел за ним? Тут дальше написано, зачем Петр шел за ним? В этом же стихе написано, и войдя внутрь все со служителями, чтобы видеть конец. Мотив его был идти за Иисусом не для того, чтобы по спасению. Не для того, чтобы он понимал, что он нуждается в Иисусе. Как он раньше говорил, мы знаем, что у тебя глаголы вечной жизни, поэтому мы тебя не останем. Он раньше из-за этого. Он говорит, Христос, я так нуждаюсь в тебе, поэтому я иду за тобой. Здесь ушел не за этой причиной. Здесь ушел по другой причине, чтобы видеть конец. Чтобы понаблюдать, что происходит. Видеть конец. Вот дела. Петр, ты чего, совсем что ли? Ты же такой вот мужик, нормальный. Мы же на себя пример брали. Мы же, как ты горел, как ты служил. Ты помнишь, как ты служил? Ты помнишь, ты братское служение такое развил? Ты помнишь, как ты там служил в реабилитации? Ты помнишь, какой огонь был? Какое посвящение? Петр, ты чего? Ты просто сидишь и ничего не делаешь? Ты просто сидишь и наблюдаешь, как твоего учредителя будут убивать? Просто, чтобы видеть конец? Ты не пришел сюда для того, чтобы помочь? Ты не пришел сюда для того, чтобы поддержать? Ты не пришел сюда для того, чтобы послужить. Ты пришел просто поглазеть. Петр, ты ли это вообще? Ты для других примеров был. Петр. И вот ситуация. Иисус поднимает глаза. Встречается взглядом с Петром. Что думает Иисус? Он думает. Ну, хоть один. Хоть один. Хоть один пришел. Хоть один пришел поддержать. Петр, тебе не сомневался. Но Петр не для того, чтобы поддержать. Он просто поглазеть. Просто поглазеть. Просто понаблюдать. В церковь приходишь. Просто поглазеть. Посплетничать. Повстретиться с друзьями. Пообщаться. Просто понаблюдать. Какое прославление. Ты сам не служишь, ты не проповедуешь, ты ничего не делаешь. Ты просто наблюдатель. Ты просто, чтобы кого-то обсудить, кому-то перемыть кости, или просто посмотреть, что происходит. А может какая-то ситуация в церкви тебе интересна, потому что что-то происходит там быть. Для чего ты ходишь в церковь? Помните, когда Милхола, это жена Давида, когда Давид плясал вокруг ковчега, бегал, когда ковчег вносили в город, она стояла у окна, видела этого царя пляшившего в нижнем белье и осудила его, говорит, не горжу царю так. Вот часто мы такие наблюдатели, мы видим процесс людей, мы видим, как люди служат, как служители что-то делают. Мы наблюдаем на все и осуждаем. Вот это не так, это не то, как в наше время было бы так, а сегодня вообще не так, а сам ничего не делаешь. Вот Петр в таком состоянии находился. Служить сам не хочешь, а за другими смотришь. Может быть, ради детей ходишь в церковь, да, ради сына, что он наркомат. Или просто, ну проповеди классные, ну вроде тема там нормальная, говорят, ну музыка хорошая, прославление прикольное. Или жена таскает, ну что, пусть уже не пойдешь, она после церкви пузырек купит, обещала же. Ну для чего? Хоть для чего, но не ради того, что у тебя сердце тянется к Богу. Не ради того, чтобы, как Петр Гаврич говорил, у тебя глаголы вечной жизни. Он сидел, у него уши вот такие были, какой-то вот большого уха, как он слушал Иисуса Христа. Он говорит, я не понимаю половину из того, что ты говоришь, но я знаю, что ты говоришь истину, поэтому я иду за тобой. Я нуждаюсь в тебе, нуждаюсь в тебе. И когда ты идешь в церковь, у тебя этот мотив, я нуждаюсь, вот как и Тимофей говорит, я понимал, что я без церкви никуда, у меня нет другого выбора. И он когда вышел из реабилитации, он прилепился сразу в церковь, он там везде, 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 вон уже солирует прославление. Человек просто, он говорит, я понимаю свою нужду, я нуждаюсь в этом. Не пастырь нуждается, чтобы я ходил для численности, а я нуждаюсь в том, чтобы быть здесь, потому что здесь Бог, здесь глаголы вечной жизни. И только это сегодня поможет мне стоять ровно и изменить свою жизнь в будущем. Вот мотив. Почему ты в церкви сегодня? Себе ответь на вопрос. Почему ты в церкви? Петр не собирался заступаться, он не собирался помогать, поддерживать, он просто поглазеть приходил. Была ли в этом случае какая-то польза Петру от того, что он шел за Иисусом? Никакой не было. Он в церкви просто по привычке. Просто потому что 10 лет ходил, как бы облом бросать, 10 лет ходил. Тут все друзья, тут все какая-то движуха какая-то, у друзей никого не осталось, вот поехожу в церковь. По привычке. Но Христос знает всех совершенно и видит сердца. Нам нет нужды скрывать что-то от Него. Он видит твой мотив. Почему ты в церкви, для чего ты в церкви. Является ли сегодня твое сердце жаждущим, либо сегодня ты холоден, либо сегодня ты в состоянии апатии, а может быть ты настолько уже отстал, что вот-вот не за горами твое падение. И вроде, может быть, ты не грешишь сегодня, у тебя все пучком. У тебя хорошая работа, бизнес. У тебя квартира, машина, у тебя дети, у тебя жена, семья, все хорошо. Но жажда по Богу нет. Огня нет, радости нет, просто инерция. Радости я от христианской жизни не получаю. Где радость? Откуда радость? Да, конечно, ты не получаешь, потому что ты не делаешь то, что тебе говорят. Иногда еще мы молимся у Бога, говорит, Бог, покажи мне наш путь, покажи мне мое призвание, покажи мне волю твою, открой мне. Бог тебе не откроет волю свою, пока ты не исполнишь то, что Он уже открыл тебе. Пока ты не пройдешь и не исполнишь то, что Он уже тебе открыл, Он тебе дальше дорогу не покажет. Ты не можешь через гору перепрыгнуть, тебе эту гору надо пройти. Поэтому тебе уже что-то открыто, делай то, что открыто. Иди вперед. Бог там тебя ждет, и Бог тебе дальше скажет. И может быть, ты вот поэтому ходишь в церковь, просто привык. Откровение, 3 глава, 16 стих. Страшные стихи. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Представь, христианин теплый. Он уже не горит для Бога. Но он уже не холоден, он уже в церковь ходит еще. И Бог говорит, меня тошнит от такого. Извергнуть тебя из уст, это значит вырвет. Меня вырвет от тобой. Вот ты, говорит, во мне, и теплый, фу, меня мутит прям. Изрыгну тебя, извергну из уст. И вот такое состояние тошнит. А дальше все хуже. Следующие этапы. Первая любовь. Апатия. Потом отставание. Потом вроде бы по инерции. А потом, потом падение. Потом отречение. Потом, говорит, Петр, я не знаю его, кто он такой вообще. Я вообще его не знаю. Это падение. Это то, к чему привело вот этот этап. Причем Петр прожил эти все этапы, прожил за несколько часов. А мы, бывает, проживаем годами это все. За несколько часов это все произошло. Вот только, Иисус, я никогда от тебя не отрекусь. Тут же издали, тут же сидит у Мерского костра, тут же говорит, я не знаю этого Иисуса Христа. Кто он такой, не знаю. Говорит, да ладно, не знаешь, что ты не знаешь, ты даже говоришь, как он. Представь, люди говорят, да ты даже говоришь, как он. Не прошло время бесследно. Тебя все равно будут узнавать, даже если в церковь не будешь ходить, ты какой-то не такой. Поэтому ходи лучше в церковь, потому что ты не там, не там не будешь. Если ты уже сюда прилип, прилипай сюда до конца, и до конца уже иди. Вот так. Потом падение, потом отречение. Христос постоянно говорил ученикам, чтобы они боялись стать теплыми. И он не просто говорил, а просто еще и говорил, что для этого делать надо, чтобы не стать такими. Матфея 26 глава 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в восхищение. Дува бодр, вплоть же немощна. Бодрствуйте и молитесь. Получается, нам что-то надо делать для того, чтобы не переживать эти состояния или быстро из них выходить. Бодрствуйте и молитесь. На ночное бдение приходите и на молитвы тоже, другими словами, я бы мог сказать. У тебя внутри плохо, ты переживаешь апатию, ты переживаешь отставание, тебе нет радости, тебе ничего не охота. Но тебя нет на молитве, тебя нет нигде, где тебя приглашают, где есть служение, где можешь какой-то пинок получить, ты туда не ходишь, потому что тебе даже уже не охота ничего, у тебя просто апатия. Мне кажется, в первую очередь надо делать что? Когда почувствовал в себе такие вот какие-то симптомы, бежать туда, где могут тебе помочь. Приходить в церковь, приходить к Иисусу. Говорит, Иисус, смотри, подожди, я же помню, какой он был, почему я таким стал? Помоги мне приближаться к нему, потому что силу, которую даешь, которую мы имеем сегодня для служения, для радости, для проповеди Евангелия только у Христа. Мы ничего не можем, мы сами ничего не можем. Ты разбиваешься об что? Ты разбиваешься, когда ты делаешь для Бога что-то без Него, когда ты проповедуешь без Него, служишь без Него, когда ты читаешь Слово Божие без Него. Ты делаешь это все автоматом, просто на своих физических, человеческих возможностях, и потом расшибаешься просто. Потом у тебя перегорание, потом ты не смог, потом ты устал, потом ты выгорел, потом еще что-то, потом депрессия пришла, потом апатия пришла, потому что Христа там не было. Потому что делать Христовое дело и делать что-то для Христа можно только со Христом. Только со Христом. По-другому невозможно. Проповедовать можно только со Христом. Петь прославление можно только со Христом, и тогда это будет помазанное служение. Даже у тебя голоса нет, ты будешь петь со Христом прославление, оно будет помазанное песня. Я тебе точно говорю, со Христом, когда Христос внутри, и ты в нем, ты служишь, и у тебя нету, ой, я устал, вот я столько взвалил на себя, или еще что-то, ты будешь говорить, еще, еще, грузите, грузите меня, грузите меня, еще служение, давайте, давайте, мне хочется, хочется, потому что Христос внутри тебя, потому что Христос таким был, у него было внутри желание служить. Мы видим, как он служил постоянно, все три с половиной года, он вообще постоянно был в служении, он только когда спал, наверное, не был в служении, но всегда, всегда вокруг него сидели ученики, они всегда смотрели ему в рот, заглядывали и слушали, что он скажет, он всегда их учил, всегда толпа людей, всегда надо было еще заботиться о том, чтобы ученики наелись, люди наелись, чтобы все там получили свое, он всегда об этом думал, он всегда был, 100% своего времени он тратил на служение. Даже когда у него не было никому, чтобы послужить, в этот момент он уходил на гору и общался там с Богом, с Отцом, это служение, вот так вот прожил Иисус, и потом он говорил, посмотрите на меня, я прожил эту жизнь в образе человеческом, в теле в человеческом, для чего? Для того, чтобы тебе было проще походить на Бога. Иисус Христос, он спустился с неба, оставил славу небу, стал похожим на человека, для чего? Для того, чтобы мы сегодня посмотрели на него, увидели, что он такой же, как мы, и поняли, что нам, какими надо быть, нам надо встать такими, похожими на Бога, только глядя на Иисуса Христа. Он говорит, если хочешь узнать, кто такой отец, посмотри на меня, посмотри, вот на мое сердце, ты хочешь узнать сердце Отца, посмотри на меня. Так говорил Христос, Христос говорил, поэтому смотри на него, вот его жизнь, вот такая. Мы видим, не видим такого, что, ой, я устал, пойду-ка я там поваляюсь, в YouTube позыриваю или в дроме полазлю. Но как бы так Христос не говорил, он, если когда устал, он шел на гору, молился с Отцом. Он был там, там, на горе, он искал от него силы, потому что он понимал, что сил физических, человеческих нету, силы там только может сверхъестественное найти у Бога. Я хочу прочитать полностью это место, в контексте. Тут тогда говорит им Иисус, с 31 стиха. Все вы собладнитесь обо мне в эту ночь. Вот она история. Как написано, поражу пасторей, рассеясь, овцы. Иисус очень большое значение предавал написанному Слову Божьему. Он говорит, по-другому не будет. Вот так написано, значит, так будет. Прошу пастора, рассеясь, овцы. Во воскресенье же моем предваряю вас в Галилее. То есть он предупреждает их. Во воскресенье моем предваряю вас в Галилее. Представьте, он говорил, я умру, потом в воскресном Галилее вас встречу. Но когда произошло то, что видели, что его схватили, все разбежались. И про Галилею забыли, про все забыли. Петр сказал ему в ответ, все соблазнятся тебе, я никогда. Иисус сказал ему, истинно, истинно говорю тебе, что в ту ночь, прежде нежне пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Что, он врал что ли? Ну он же не врал, он правду говорил. Он так чувствовал. Пастор, я с тобой до конца. Я с тобой, я тебя не кину никогда, не брошу. Ты всегда будешь надеяться на меня. Сколько таких слов я слышал? Сколько слышал? Многих сейчас этих людей нет вообще рядом. Не то, что рядом, вообще в церкви нет. И то же самое там. Иисус смотрит на них, на Петра, и смотрит, говорит, Петр, ты не понимаешь. Так будет, тебе надо через это будет пройти. Подобно говорили и все ученики. Подобно говорили и все. Я говорю, что Иисус, ты что, о чем ты говоришь? Это буквально за несколько часов было до событий, которые мы с вами уже осветили. Иисус, ты что, ты совсем что ли? Мы с тобой, да ты нас пахан, там все нормально. Мы с тобой вперед, там, да, туда-сюда. Вот это, ну как бы, они правда говорили, они так действительно считали. Но когда пришло то, что Иисуса с ними не стало, они почувствовали себя как слепые котята. Им было всегда, почему не страшно, потому что Иисус был рядом. А когда его рядом не стало, они поняли, что они без него вообще ничего не могут. Никто и ничто. И они разбежались. Потом приходит с ними Иисус на место, называя Гессимания. И говорит ученикам, посиди тут, пока я пойду помолюсь. И взяв с собой Петра, обоих сыновей Зеведеев и Акаиана, начал скорбить и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит свертельно, побудьте здесь и бодрости со мной. Иисус Христос в самый сложный момент в своей жизни берет своих самых лучших учеников. Петр был в их числе. Он пошел в Гессиманский сад. Гессимания переводится буквально давление. Мы знаем, что от молитвы у Иисуса Христа выходил пот вместе с кровью, через поры. Это было ужасное давление и напряжение внутреннее. Иисус в эти сложные моменты в своей жизни взял троих самых лучших. Самых лучших. Говорит, со мной побудьте. Побудьте рядом просто. Я вас не прошу ничего делать. Не прошу там со мной молиться. Просто побудьте рядом. И пошел молиться. Помолился маленько, возвращается. Дрыхнут. Спят. Спят. Отойдя немного, полно лицо свое молился и говорил, «Очень мой, если возможно, доминует меня сейчас я чаша, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, находит их спящими. И говорит Петру, «Петр, вы что? Неужели вы час не могли просто не спать? Я вас попросил. А что-то о многом попросил, что ли? Просто час не спать». И дает ему совет. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. То есть он дает ему урок, что всякое сражение в твоей жизни, в первую очередь, это в духовной сфере надо воевать. Плоть немощна. Всякие разные испытания в твоей жизни будут. Можно воевать в ними различными способами. Потом Петр, буквально через несколько часов, когда его схватили сражники, вытащил меч и отрубил ухо сражнику. Помните? Ухо отрубил. Ты думаешь, он в ухо метился? Он в голову хотел ему отвечать. Просто промахнулся. Мы помним, Иисус говорит, Петр остановись, взял и исцелил стражника. Он говорит, я только что преподал вам урок. Бодрствуйте и молитесь. Плоть немощна. Ты своей плоть ничего не можешь сделать. Ты видел, как я сражаюсь. Это было мое поле битвы. Когда мне должны схватить, я не пошел разбираться, не пошел в милицию писать заявление. Я не пошел там еще что-то блатным, чтобы на Ихаиле. Я пошел в Евсиманию молиться Богу Отцу. Он говорит, есть различные способы битвы, различные способы войны. Наша война не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Она там, в духовной сфере. Поэтому, если ты христианин, в первую очередь ты должен там бороться. А мы сразу думаем, а у меня дядя прокурор, а у меня там еще что-то, а вот я знаю того. И не помолившись, ты уже какие-то проблемы свои решаешь. Бог возьмет и посрамит это специально, скажет, э-э-э, стоп. Ты еще не знаешь, чем надо бодрствовать и молиться, чтобы не пасть в искушение. А в искушение впасть, это именно искушение решать проблемы физическим путем. Это есть искушение. Несмотря на духовные какие-то вещи. Еще отойдет, то есть он предупредил, предупредил. Говорит, ребята, еще, ну что вы спите, ну что совсем уже обалдели. Я самый трудный, я с вами три с половиной года был, нянчился. Петр, ты помнишь, у тебя что еще болело, я что еще твой исцелял. Ты мне вообще, я тебе с тобой столько возился, ты что поспать, не поспать час не можешь. Уходит опять молиться. А приходит опять и говорит, а они опять, короче, спят. Все, им пофигу вообще. Плоть конкретная, плотянушка. А это не то, что это не братья на бдение, когда мы сидим, то бдим. Они даже побдеть не могли. По просьбе Иисуса. Они опять спят, опять спят. Ну, чего же на них смотреть? Он уже ноги ругать не стал. Говорит, ладно, пойдемте. Приблизился час. Пришло время сына человеческого руку грешника впасть. И вот, ты знаешь, такой вот формализм. Формализм. Ты вроде с Иисусом, но ты спишь. Вроде в церкви, но ты спишь. Вроде в служении, но ты спишь. Ты не слышишь ничего. Порой, знаешь, бывает, вот я проповедую воскресенье сегодня. Завтра в понедельник на группе спрошу, про что проповедь была. Сидя, глаза-то открытые. Глаза-то открытые. Спят, блин. Научились, елки. Это я, когда у меня очки, зрение плохое было, я проповедовал, мне казалось, что все так слушают внимательно глаза. Потом зрение себе исправил. Смотрю, а все спят, там кто что, в носу ковыряются. Думаю, вот так. А я себе представлял, что все так внимательно смотрят, слушают. Записываю, вот записывает человек сидит. Лучше короткий карандаш, сейчас длинная память. Надо записывать, потому что пока ты записываешь, это тоже на твой мозг откладывается. А потом на группе это воспроизводим. Поэтому знаешь, почему мы это делаем? Потому что информация, она ставит твоя личная тогда, когда ты ее принял, выслушал, когда ты ее произвел и когда ты ее проговорил. Вот в этом случае, в трех моментах, она станет твоей личной. Тогда она никуда не денется уже у тебя. Поэтому мы это делаем. Зачем мы на группе делимся проповедью? Для того, чтобы посмотреть, слушайте вы или не слушайте, не для этого, а для того, чтобы это слово у вас в сердце, оно осталось, чтобы вы запомнили его навсегда. Вот в этом есть причина всего-то. Христос переживал в учениках, он просит их бодрствовать, потому что он знал, что будет испытание, и только близость с ним может помочь ученикам пройти. Буквально сразу, вот эта ситуация, Петр отрубает ухо. Иисус так на него смотрит, я думаю, на Петра, Петр, ты же только что со мной в весьма не был. Я же тебе говорил, что надо делать, что надо в духовной сфере воевать. Зачем шашку-то вытащил, опять махать надо? А, Петр, ты же спал. Понятно. Ты же спал. То есть можно проспать, можно прийти в служение, проповедь слушать, и какие-то важные для тебя моменты проспать. И потом придет ситуация в твою жизнь. И была проповедь, которая предупреждала тебя, чтобы ты так не делал. А ты, блин, спал. А потом раз, ты проиграл опять. Пастор приходит, ну я же вот только говорил про это. Да? Тебя еще не было? Был. А что ты делал? А? Спал. На втором этаже тусовался. А он показывал им, как надо воевать. Он показывал им пример войны. Конкретной войны. Как надо делать, когда сталкиваешься с испытаниями. Он молился. Это метод противостояния испытания. Знаешь, мы такие умные сейчас. Образованные. Образование получили. Библию знаем, можем толковать. Все такие вообще мудрые. Но знают это все и выглядеть, как христианин. Знать, когда пройдет руку. Знать, как ответить. Знаешь, у меня такие христиане, которые на все вопросы отвечают правильно. Они знают, что надо говорить. У меня сын такой. У меня, когда он съездил в лагерь детский, туда приезжают, служители говорят, ну, видно, чей он сын. Он говорит, на все вопросы правильно отвечают. Правильно. Ты знаешь, когда детям в библейской школе показывают рисунок белочки. Дети, кто это? Все смотрят и молчат. Один говорит, ну, понятно, что Иисус, но как-то на белочку очень похоже. Так, вроде как бы правильно ответить-то надо. Вроде бы. Правильно. Мы знаем все правильные ответы, мы знаем, как реагировать. И потом вот этот формализм приводит к чему? К отречению. К отречению. Дальше следующий этап, который проходит не все, это отречение. Который, с которого не возвращаются не все, отречение. Отречение, падение. Потому что кто-то, кому-то стыдно вернуться в церковь после падения. Кого-то так дьявол заматывает, знаешь, что, например, если у человека большое призвание, какое-то большое, великое, и вдруг он где-то упал, то дьявол с ним не будет долго кочевряжаться, он его убьет сразу. Потому что, не дай бог, вернется обратно. Пока он его в руках, он его не будет мучить, он его убьет просто, и все. Чтобы не вернулся. И дальше, следующий этап после отречения это восстановление. Восстановление. Бог любит. Надо понять, что в каком бы этапе ты ни был, Бог тебя не судит. Он и Петра не судил. Не судил. Он смотрел на него, говорит, Петр, я же говорил. Ну, как бы говорил же просто. Это просто должно быть. Так все. Так это процессы такие. Любит. Бог, если ты грешил и упал, это не значит, что Бог тебя, хуй, теперь тебя не люблю, уйди отсюда. противный. Нет. Он любит, он наоборот. Если в притчах написано, что он наоборот, он выходит за калитку на ограду и ждет, когда сын, который ушел, который упал, вернется к нему. Для того, чтобы одеть его в новую одежду, дать ему персень, захотеть пир, он будет радоваться. А мы почему-то смотрим, что вот мне неудобно, не стыдно. Перед кем стыдно-то? Перед людьми, ну, понятно, перед людьми. Но все-таки не людей надо бояться, а того, кто лучше может вернуть гиену огненную, надо бояться, Богу надо бояться. И в церковь идешь к Богу, а не к людям. Бог обращает, Бог ждет. И вопрос, который, помните, когда Петр, они рыбачили опять, ну, Петр опять вернулся, лодку он свою не сдал на март, она, наверное, была, потому что он вернулся, и написано, что он опять уже рыбу ловил. И вот, смотрит, Иисус идет. Представь, тот Петр, вот, за ним ходил там. Я думаю, как он переживал-то, Петр? Представь, он понимал, что он наделал вообще. Петр был такой человек, он, ну, сказал, сделал, мужик. Отсюда он подстава конкретно, просто промахнулся. Мне кажется, он сильно переживал. Он видит, у него есть шанс попросить прощения. Он снимает с себя вещи и бросается в море, и поплыл. Иисус, Иисус, поплывая, подходит, Иисус, прости меня. Иисус ему говорит, Петр, любишь ли ты меня? Цыр, сын Иоанин, ты любишь меня? Иисус не говорит там, Петр, Петр, ну, что ж ты такой? И он не ругает его, он не журит его, он просто задает вопрос, ты меня любишь? Говорит, люблю, по всей весу моих. Любишь? Люблю, по всей весу моих. Три раза ему сказали, три раза. Он говорит, Петр, хорош дуру гнать, возвращайся в служение, ты должен служить. Все, ну, забудь это, ситуация была, прошла и нет ее. Возвращайся в служение, в служение. Он говорит, паси овец моих, я ухожу, ты остаешься, Петр, и ты камень, ты не галька, потому что имя Петр, она означала Петрос, буквально галька. Ты, Петр, камень, скала, на котором я церковь свою поставлю. Ты не просто там какие-то камушки, ты великий большой камень. И было, что было, прошло, забыли вообще, я об этом вспоминать никогда не буду. И так Христос и Бог говорит, Он говорит, я не вспомню больше о твоих грехах никогда. Все, вставай и служи мне. Это восстановление. Восстановление может быть только в служении. Только в служении. В служении написано, что ветвь, которого приносит плод, ту приходит в садовник и очищает, чтобы еще больше приносило плода. Поэтому, когда ты упал, поднимайся, через служение, подойди, скажи, что мне сделать, дайте мне ответственность. Иди, тряпку на туалет мой. Красный, все, круто, служение. Служение. Ответственность. Ты должен так встать потихоньку. Если ты упал, и будешь восстанавливаться без ответственности, тебя ничего опять держать не будет. Раз или два на молитву сходил, и опять пропал. Ответственность. Привязывай себя к церкви. Привязывай к церкви, к служению. Бери ответственность. Это поможет тебе выставить. Любишь ли ты Бога? Пришел ты сюда. Для чего? Ты упал. Да. Это не значит, что ты не любишь Бога, что ты упал. Это просто ты не побудился когда-то, где-то, где-то что-то пропустил. Где-то плоть твоя взяла вверх, и ты упал. Это и так. Ну и ладно. Вставай. Подымайся. Восстанавливайся. Спаси народ. Служи дальше. Иисус не помнит ничего, а люди. И люди ничего не помнят. Кто-то такой, чтобы тебе кто-то думали. Вот про меня скажут. Да ты, что ты себе думаешь-то? Кто тебе там что-то говорит-то? Никто там тебя даже не вспомнит. Да. А мы там, ой, звезда. Вы про меня там говорили? Да нужен ты нам больно, про тебя рассказали. Больше тем нету. Почему-то человек сразу, когда он пойдет, думает, что только про него все и разговаривают. Про него, когда посмотрят на него, кто-то смотрит, что-то про меня, что-то думает сидит. Ты звезда, блин, нашлась. Думает про тебя. Никто, кто-то не думает. Все, наоборот, хотят, чтобы ты быстрее встал уже и служил. Да? И потом видят служащим, все, и тогда восстанавливаешься. И служи не забудь. Теперь ты прошел. Прошел какие-то, вот этапы, этот круг этапов. Будь бодрствуюсь и трезвись, потому что ты уже знаешь звоночки, предпосылки, что может быть дальше. Следующий этап. Если что-то, где-то ты чувствуешь опять теплоту, иди, иди на ночное обдение, на молитву, беги, пастору иди, исповедуйся, покажи, что мне делать, бери еще больше служения, еще больше бери. Слышишь, тебе служить неохота, все, мне все противно, я все брошу. Бери больше служения еще, еще больше бери служения, чтобы тебе встать, чтобы тебе не упасть. А первое, что мы делаем, когда мы начинаем теплыми становиться, мы начинаем отвязываться от церкви, мы оставляем служение, отвязываться от домашней группы. Все, чтобы меньше было точек контакта, чтобы меньше было возможности Богу через других людей до тебя дотянуться. Ты это делаешь специально, отпускаешь. Ты думаешь, что это вот так, ты находишь причину, чтобы уйти в со служения, ты находишь причину, чтобы не ходить на домашнюю группу, находишь причину, чтобы смотреть онлайн служение. Ты отстаешь специально, чтобы не было контактов на пастырь находишь причину чтобы обидеться чтобы разрушили всяких духовный авторитет в твоей жизни дьявол это делает специально для того чтобы тебе сеть и чтобы никто не мог сказать противные никто не мог сказать против с обставить ему какую-то конкуренцию отставание звоночки понимай когда это все происходит у тебя лови себе на мысли ого я куда-то не туда попер мне надо что-то делать мне надо пойти покаяться исповедоваться меня вернуться опять на те дороги с которых я свернул когда-то и бог задает неожиданно вопросы любишь ли ты меня петр думал сейчас он сейчас скажет петр петр ну ладно отожмись 20 раз да и все нормально ну как бы нет вопросы задает любишь это меня а иуде когда иуда пришелся с этими стражниками заходит к иисусу и зачем ты пришел зачем ты пришел и иуда этот вопрос оставляет без ответа он вы просто целуют поцелуй иуды это был фейк вот то что сегодня есть картинка глянец вот вы странички россиянскими верующими все прессе страх но еще что-то глянец вот то что неправда пей просто выдуманное что-то наддутая этот фейк был поцеловал маска ты себе ответил вопрос зачем ты пришел сюда вот и сегодня зачем сюда пришел цвет помыть с вами пообщаться чаек попить не оставь без ответа этот вопрос сам себе определи место всего своего сегодняшнего состояния каком ты месте находишься и по и знай что следующий этап будет точно такой какой я сегодня сказал по-другому не будет по-другому не будет тебя в любом случае проведет через это если ты сейчас вовремя вернешься с каждого этапа можно вернуться обратно сложнее всего вернуться с этапа падения сложнее всего не доводиться до падения вернись обратно сейчас когда что-то видишь начало вставать и после падения после восстановления петр мы видим что стабильное посвященное служение um прошивший все этапы жизни аристянина прошедших через падение он дошел до восстановления今日 восстановился лучше никогда не сворачивал с путей он всегда стабильно служил пошел вперед стабильно потому что он знал знаешь грабли всякие есть свои любимые кто-то один раз наступил на грабли на свои на всю жизнь запомнил кто-то даже не на свои наступает видит как другие наступают не не там ходить не буду а кто-то постоянно одни и те же нас одни и те же постоянно идут ты чё думаешь граблю тебе в этот раз не шибану по башке что ли также шибану все так же это физика угол рычаг наступаешь туда прилетает все по-другому не будет поэтому проходя опять те же самые вещи которые ты проходил ранее глупо думать что будет другой результат глупо поэтому стабильное посвященное служение вот твой твоя пилюля для того чтобы не вернуться опять все этапы которые мы сегодня озвучим ой какая крутая проповедь сегодня была не правда понравилось да благослови господь нас всех она и ко мне тоже звучит также также как как вам это вообще не значит что я всех учу и говорю что я вот такой молодец посмотрите на меня это вообще не так я в каких-то вещах и проигрываю выступаю даже вам во многих поэтому на меня не смотрите как на какое-то идеальное меня смотрите как просто человека который бог использует сегодня в пасовском даре и чтобы донести слово до позже народу помолимся станем помолимся отец небесный славим тебя боже спасибо тебе за это время что мы можем слышать слово твое что вовремя может быть это слово сказано для нас я молю тебя чтобы ты нас господи сделал теми людьми которые вовремя слышу этот сигнал пускай в нашем сердце будет сигнализация который будет сигналить о том что если мы сбились каких-то путей чтобы мы обращали на это внимание пускай в нашем окружении будут те люди которые будут говорить на в случае чего если мы идем куда-то не туда пускай наше сердце будет готово принять себя всякое влечение во имя иисуса христа всякое исправление и пускай мы будем чувствительны твоему духу чтобы если добрались не туда чтобы вовремя выйти оттуда и Если даже мы упали и находимся в падении сегодня, дай нам сил встать, восстановиться, взять служение и пойти дальше. Во имя Иисуса Христа благослови свою церковь так. И благослови, пожалуйста, нужды церкви, восполни благослову славу своей, благослови людей, которым мы пишем этот тетрадь, благослови нас в предстоящей неделе, всех на своих местах благослови. И мы благословляем тебя своим святым именем, во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы одна церковь, одна семья, на всяком месте мы письмом Христа. Аминь.